Путь Чадо Путь Чадо – наше семейное ремесло. Моя мама была чайным учителем. С самого детства я имел возможность прикоснуться к искусству чайного действия. На занятиях по чайной церемонии в современной Японии традиционно больше женщин. Мне поначалу казалось, что участие в чайной церемонии – женское дело. Я поступил на учебу в школу чайного действия Урасенке в Киото. Кроме непосредственной чайной церемонии, на таких занятиях изучают историю чайного действия. Благодаря этому я узнал, что в средневековой Японии это было чисто мужским искусством. Эти факты укрепили мой интерес к занятиям. Чайная церемония, как одно из величайших явлений японской культуры, сформировалась в смутное для страны время между усобиц и войн. Созданная великими мастерами чайная церемония с ее эстетикой и философией стремилась противопоставить насилию, поклонение, красоте. Японскому чайному действу уже более 500 лет. Изначально чаем наслаждались, используя завезенную из Китая утварь. Хотя Китай и Япония – страны-соседы, наша культура значительно отличаются. Например, это касается самого понятия красоты вещей. В Китае прекрасной считается только утварь идеальной формы. То же самое касалось Луны. Она считалась прекрасной именно в полнолунии. Напротив, в древних японских песнопениях, утах, Луна считалась идеальной, когда ее немного прикрывает облако. То есть несовершенная форма в Японии признавалась самой красивой. Постепенно эти понятия распространялись на предметы для чайного действия. В искусстве чайной церемонии японцев выражена вся суть культуры нации. Врожденная вежливость и скромность, простота и стремление к прекрасному. Традиционная чайная утварь имеет неровную форму, в этом ее особенности красота. В 16 веке основатель чайной традиции Японии, мастер Сен-но-рикю, сформулировал эти нормы эстетики, которые называются ваби, то есть непритязательная простота. И сегодня это понятие скромной красоты представляет собой важную часть эстетического мировоззрения японцев. Чайная церемония представляет собой четкую последовательность действий. Каждое движение выверено, каждый предмет на своем месте. Однако такая внешняя чопорность скрывает главное правило чайного действия. Это гармония человека с миром, почтительность и взаимоуважение к другим, чистота собственных чувств и мыслей. В чайном действии эстетика занимает важное место. Но все-таки главная идея – это совместное наслаждение угощением и чаем. В самом начале чайного действия гостям предлагают немного японских сладостей, а потом все пьют чай. Есть два основных вида чая – кой-ча, густой, тягучий, как мед, напиток, и усу-ча, более легкий чай. Все гости по традиции пьют из одной чашки. В Украине приобщиться к традициям японского чаепития можно в Украино-японском центре. Украинские последователи даже устраивают чаепитие под ветками сакуры. Для этого во время цветения в апреле организовываются специальные туры в Ужгород, где растет уже целая аллея японской вишни. Во время чайного действия хозяин и его гости объединяются в мыслях и чувствах. Они наслаждаются прекрасным вместе. И это единение во время чаепития является самым важным элементом действия. Современная Япония, впитав некоторые элементы западноевропейской культуры, при этом не утратила ни одной из своих основополагающих особенностей. Сохранить свою самобытность, по мнению чайного мастера, молодым японцам помогают именно занятия традиционными искусствами. Многие современные японцы верят, что, несмотря на глобализацию и западное влияние, именно в чайной церемонии сохраняется традиционный этикет страны восходящего солнца и основы мировосприятия. Чадо — это долгий путь. У него нет конечного пункта назначения. Ведь в течение человеческой жизни многое меняется. В 30 лет смотришь на жизнь не так, как в 20. Так и путь чая — это изменчивый и постоянный поиск в установленных эстетических рамках. Объединяющая сила японского чая распространяется даже на континенты. Ведь кроме активного сотрудничества на политическом уровне, Украина и Япония могут похвастаться взаимной активизацией контактов среди обычных людей. 2017 — особенный год. Год Японии в Украине и демонстрации чайного действия, которое проводят украинские энтузиасты. Они повышают общую осведомленность украинцев о чадо и сближают наши народы. Чайная школа Урасенко тоже присоединяется к этому событию и рада сотрудничать с украинскими учениками. Когда я направлялся в Украину, мне было интересно узнать, что же украинцы думают о чайной эстетике, какие вещи находят прекрасными. Мне было приятно узнать, что и в Украине глубоко изучают японские традиции. Украинцы очень внимательно относятся к мельчайшим деталям проведения чайной церемонии. Я убедился, что наши взгляды о том, что является прекрасным, очень похожи. Чайного мастера впечатлили не только люди, но и первые знакомства с украинской столицей. К счастью, мне удалось немного прогуляться по городу вместе с украинскими учениками. Киев показался мне очень большим городом. Мне понравилась организация пространства, расположение улиц, интересная архитектура. Например, Майдан Незалежности и главная улица, Крещатик, произвели впечатление. Также изысканное великолепие являют собой киевские храмы, особенно когда можно созерцать, как солнце отражается в их золотых куполах. В начале осени чайный мастер намерен вернуться в Киев, чтобы организовать для украинцев массовую чайную церемонию. Мы с группой волонтеров из Киото решили вместе с украинским чайным клубом провести чакай, то есть чайную встречу, во время которой все желающие смогут угоститься японскими сладостями и чаем. А главное, больше узнать о японских традициях. Мы заинтересованы в том, чтобы посредством популяризации чайной церемонии углубить сотрудничество между нашими странами. Однако подобные культурные мероприятия надо проводить постоянно. Поэтому я надеюсь каждый год приезжать в Украину и ближе знакомиться с вашей страной. Я верю, что объединить наши народы и культуры может такая простая фраза, как «Угощайтесь чаем, пожалуйста». У них что ли мы говорим. Украину 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 Продолжение следует...